Круг вопросов на встречу с главой Анапы витязевцы обозначили сами. Витязева по-прежнему курортная мека. Но проблем особенно высокий. Сезон в селе немало. Делается большая работа по благоустройству нашего поселка. Это асфальтирование улиц, это обустройство остановок, замена устаревших водопроводов, благоустройство улицы Мира и многое-многое другое. Но для того, чтобы наше село было еще более привлекательным, нам нужно еще многое. Незаконная торговля и все вытекающие последствия, антисанитария, проверки контролирующих служб, изъятие суррогата – все это не работает на положительный имидж курорта. И тем более на благосостояние местных жителей. Ведь нарушители в основном приезжие. Лейтмотив встречи – порядок надо наводить вместе. И витязевцы обеими руками за. И готовы во всем поддержать главу курорта. Я о параллели говорил, а вы завели разговор сейчас о пляже. Если в одном состоянии был витязевский пляж, еще на будущее, то к нам вообще никто не приедет. По поручению главы с начала будущего года уборочная техника будет работать в Витязево наравне с городом. Санитарную уборку будет финансировать муниципальный бюджет. Острая тема – пляжи и состояние акватории. Нагромождение построек не позволяли в этом году подойти к ромке воды крупногабаритной техники. Незаконные постройки по решению комиссии снесли. Но где гарантии, что в будущем году ситуация не повторится? В сфере несанкционированной торговли немало проблем. Может ли нестационарное кафе работать без электричества, без воды? Попробуйте вы, попривозите и дизель поставьте. Вам не дадут на пляже, чтобы он тарахтел, понимаете? Кому-то помазал. То есть получается, мы когда все вместе сидим и принимаем решение, тогда где Роспотребнадзор? Они должны первые туда прийти, как он открылся, и спросить. А ну-ка, салитарные книжечки дайте, а ну-ка, то, а ну-ка, это, дальше. Электросети, энергоснабжающая организация должна прийти и сказать, кто это тут в песочке прорыл и положил капель. Следующий, кто должен, на пять Роспотребнадзоров прийти и сказать, ребят, а у вас канализационные стоки, то, о чем сейчас Дмитрий говорил. Она же, это все фильтруется через песок и попадает в бухту. Куда канализационные стоки идут? Никуда. Тогда, дорогие друзья, поднимайте кафе и уносите отсюда. И правила должны быть едиными для всех. Начальник управления по санаторно-курортному комплексу и туризму Дмитрий Ерохин рассказал о грядущих изменениях в области земельного законодательства. Коснутся они и эксплуатации пляжных территорий. Заместитель главы курорта Людмила Мурашова отметила, что на будущий год намечен обширный план культурных и образовательных мероприятий. Но главное принято решение о строительстве Центра национальных культур. И это уже реальная перспектива. Сегодня я хочу сказать огромное спасибо нашему Сергею Павловичу за то, что практически земля, о которой мы говорили, что хотели получить по Центру национальных культур в районе нашего Дома культуры, она практически уже оформлена. Вот постановление, где мы провели все, кадастры, уже практически документы на выходе, так скажем. Остается там маленькие нюансы. Продолжение следует...